Ребята, внимательно сейчас смотрите, какую прикольную позицию придумал игрок на КВ-2 на карте Перевал. Используя эту точку, можно на КВ-2 ставить бешеные рекорды и даже будучи шотным, буквально там на 100 хп, вытаскивать против толпы фуловых противников. Очень гениальную вещь он вообще придумал. Вот просто, ребята, все внимание сейчас ваше на экран. Смотрите, куда этот бабахен наш поедет и какие лютые ваншоты будет отписывать от одной очень интересной позиции. Вы просто обалдеете, насколько же жесткие ваншоты будут в этом бою. Кроме того, из названия вы уже, наверное, кое о чем задумались. Во-первых, да, статистика нашего героя сейчас на экранах, все показатели желтые, а процент побед вообще подсвечивается красным цветом. При этом он активно общается со своим совзводным, с ником Солнышка, которому, видимо, наш герой отвечает голосом, А этот пишет вот здесь в их чате, и все это мы видим, ребята. И тут будет крайне любопытный момент про читы. То есть наш игрок фактически спалится с тем, что играет с читами, либо играл. Внимательно читайте чат, сейчас вам это все прочитаю, покажу. Видите, сразу первый вопрос. Читы были в клиенте? ГВ-2 что-то отвечает ему, и тот пишет, ты мог играть на другом клиенте, где стоит чит. В общем, рассказывает ему, как играть с читами. В общем, ребята, очень такая интересная переписка. Может быть, сейчас он с читами не играет, не знаю. Посмотрите внимательно бой. Вообще, вся фишка будет не в переписке даже, а в том, что он придумает через несколько минут. Это крайне интересная тактика от ГВ-2. И ваншоты будут потрясающие, причем по танкам, по которым ваншотов, ну, никто не ждет вообще. В общем, давайте смотреть бой. Вы уже там поняли, что в чате там идет разговор. На каком клиенте там играть с читами, что делать с читами. Не будем в это всматриваться, но такое легкое, палевое, ребята, есть. Но все равно я решил данный бой взять, потому что здесь игрок с такой слабой статистикой вытворяет фантастические вещи. И, кстати, во вражеской команде есть несколько, там я смотрел, неплохих игроков. В общем, выезжаем на КВ-85. Кстати, с нервишками у этого друга тоже серьезные проблемы. Видим, что камерой постоянно хаотично вообще дергает после выстрела особенно. Но, может, он пытается как-то танковать таким способом, но не похоже. Но еще одна плюха по КВ-85. И вот он выезжает. Смотрите, что произошло буквально, ребята, за три минуты боя. У нашего героя остается 114 хп. Через три минуты после начала. И как бы, ребята, вопрос, что дальше делать? Его совзводный, вон он, прямо перед нами, смотрите, вон он, подсвечивается. Он при этом фуловый. Кто будет тащить? Иногда в World of Tanks случаются непредсказуемые вообще вещи. Смотрите, что он сейчас придумает. Просто все внимание на экран, вы обалдете. В это время враги продавили у нас мост. И толпой уже заезжают на базу. Вот здесь целый такой прорыв образовался. Скорее всего, сейчас уничтожат Т-150. Вон, посмотрите, у него уже 154 хп. Потом будет минус арта. Ну и я не уверен, что наш совзводный там с этим всем сможет справиться. Выцеливаем вражеского КВ-2. Но, да, как-то странно выглядел этот выстрел. Но, тем не менее, залетело. И КВ-2 мы в ангар при... приотправили. В это время другой союзный КВ-2 пытается сдерживать базу. Т-150 уже добрали. И посмотрите, как же он дергает камерой. Очень сложно смотреть. Но мы постараемся как-то это сгладить. Переключая иногда на свободную, когда у него совсем проблемы с нервами начинаются. Так, они вот сейчас идут как раз. Вон сзади япошка заходит. Посмотрим, как сводится на японца. И на 285 у нас залетает. Счет 7-9. Пока еще вы не увидели ключевой момент. Но он будет очень скоро. Все начинается с того, что счет резко ухудшается. Он был более-менее равный. Как вы помните, по-моему, было 5-5. И после этого уже стало 7-10. Союзников все меньше и меньше. Враги через ледник заехали к нам на базу. Арту сейчас, скорее всего, доберут. Наш совзводный КВ-2 поехал это все дело дефать. Но непонятно, собственно, чем дальше это все закончится. И вот он поехал к КВ-2. У него 452 хп. Ребята, его начинают наминать. Там 85М его изо всех сил разбирает. 38, 33 хп сводимся на американца. Там, кстати, в чате у них там какие-то политические разговоры начались. Не обращайте на это внимания. У нас канал вне политики. Это герои этого боя все писали. Поэтому я это просто не могу вырезать. Иначе придется ставить какую-то плашку на весь чат. Это будет не очень красиво. Да, ключевой момент был про то, что там они с читами про читы разговаривали. И здесь пацаны немножко спалились. Ой, спалились. Сейчас, кстати, у нашего совзводного, будучи фулового, осталось буквально там краполя хп 18. Его сейчас будут походу добивать. И вот финал боя, где КВ-2 1, у которого 114 хп остается против 5 врагов. Да, вот добиваются взводного. И сейчас, кстати, наступает тот самый момент, который я очень хотел посмотреть. Да не дергай же ты так камерой. Что ж такое, надо скидываться на успокоительное этому игроку. Пошел захват базы. И как вот быть реально? Ведь если он выезжает на сбитие, он подставляется первый по-любому. Ну, причем у КВ-2 точность очень слабенькая. Ему придет, скорее всего, сводиться. Нервишки шалят, поэтому начинает дергать камера еще сильнее. Ладно, смотрим, как же это все сейчас будет происходить. Вот я имел в виду, здесь будет основной, ребята, замес. Выезжаем на М4 и чисто на реакции с такой полусоветской вертухи удается сбить за обхват и М4А3-2 в ангар отправить. Наш совзводный пишет, что, мол, давай Колобанова, сзади летит от артиллерии. Мы проезжаем мимо, удалось от арты сбежать. Можно сказать, уже хорошая удача. И теперь выступаем в роли такого дефа базы. Посмотрим, что получится из этого. Но, ребята, смотрите до конца, там еще с артиллерии вражеской будет сюрприз. Неожиданная битва. В общем, смотрим. Глянь, он хвостун, хвостун на КВ-2 делал. Колобанов их пишет на КВ-1. Там штук пять он делал. Интересно, там хоть один будет, если по статистику глядно. Добираем Кромвеля. Внизу подсвечивается еще СУ-100 и У. Она фуловая. По нам кидает арта. Остается 88 хп. Сводимся на СУ-100 и У. Начинает он спускаться вниз. СУ-100 и У спускается. Кидает. Но, по-моему, она промахнулась. Начинает доворачивать. И на фулл хп на 700 удается прописать, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же творится-то? Остается японец, у которого два фрага и артиллерии. Хп вообще нету. Один японский фугас. И это будет все. Завзводный пишет, что у них 484 хп на двоих. Просто дыхание начинает замирать. Сердце бьется в такие моменты, ребята. Я понимаю, как тяжело взять и сконцентрироваться. Пошел захват базы опять. Японец внизу стоит. Видно башенку. Можно попытаться выцелить. Давай откатывайся назад. Какой же накал? Ну! В башню вверх! Есть! Сняли японца. А при этом он в ответочку промахнулся. Ребята, и это 5 фрагов. И это герой КВ-2 и 3000 дамага. Как же это было, блин, эпично. И сейчас ему нужно ехать за артой. А арта там кое-что приготовила. Она заныкалась в очень любопытной позиции. Ребята, смотрим до конца. Сейчас будет интересная развязочка в финале. Нужно найти арту и выехать за ней так, чтобы не подсветиться самому первым. Она может на горке стоять. Она может заныкаться где угодно. Там реально сейчас 82 кп. Представьте, какой накал же. Какие же переживания у игрока сейчас. Вот взять и облажаться на последней арте. Это будет очень обидно. Но в любом случае, я думаю, игрок уже заслужил лайк. Пока он едет за финальной развязкой. Ребята, я хочу вам быстро напомнить важную информацию. Пожалуйста, посмотрите этот момент. Не перематывайте. Огромная просьба. Спонсоры этого ролика у нас ребята с сайта ВотКит. Где каждый день раздают 5000 золота. Одна халяву. Переходите по ссылке, которая находится в закрепленном комментарии к этому видео. И листайте в самый низ сайта. Там вы, собственно, найдете кнопку участвовать. И можно принять участие в этом розыгрыше. Также на ВотКит крутые кейсы. Сейчас скидка 50% на все. Также по моему промокоду. Он есть в закрепленном комментарии. Вам еще и подарок дадут при пополнении счета. Все в закрепленном комменте. Чекайте, участвуйте, выигрывайте. Ну и, собственно, ребята, в этом видосе у нас неожиданно я решил опять провести розыгрыш золота. Давайте анонсируем. А победителей я покажу в видео отдельном. Оно скоро будет в течение 2-3 дней на канале. Розыгрыш 10 тысяч голды у нас проходит. Для участия подписываемся. Жмем лайк. Включаем колокольчик в режим все уведомления. И пишем комментарии с вашим ID от ВКонтакте и игровым ником. Ну и еще просьба. Кто не хочет там участвовать в розыгрыше, тоже все равно поддержите. Хотя бы лайком этот ролик. Вам 2 секунды это сделать. Лайк прожать. Подписаться. Включить колокольчик в режим все уведомления. Ну и написать в комментариях, как вам понравился ли этот бой на КВ-2. Правда, сейчас это очень-очень важно. Ну и подходит финал боя. Сможет ли КВ-2 с красным процентом побед опозорить толпу врагов? Сейчас увидим. Приезжаем на базу. Арты пока нету, но... Посмотрите, он сводится куда-то в те квадраты, где она может стоять. Приблизительно туда. И вот она подсвечивается. Одна нас не видит. Остается просто свестись и на халяву затащить. Взять шестой фраг. Медаль Колобанова. Медаль Война. Итоги перед вами, ребята. Сейчас, во-первых, в подсказках 5 крутых видосов я подобрал. Зайдите, посмотрите. Во-вторых, сейчас 3 ролика на экране. Поставьте на паузу. Выберите, какой вам больше нравится. И заходите, тоже просматривайте. На этом все, ребята. Не забудьте подписаться, пожалуйста, и колокольчик врубить. Это важно. Увидимся. Пока.